Улица Камская. Тихий уголок большого города. Но покою частного сектора угрожает крупномасштабное строительство. В ближайшее время арендатор, общество с ограниченной ответственностью «Город-мечта», начнет вырубку деревьев и отсыпку грунта в овраг, в котором располагается земельный участок, предназначенный под постройку таунхаусов. Мы, жители, неоднократно писали обращения в администрацию города Владивостока, в администрацию края, в прокуратуру города Владивостока. Поводом для обращения послужило сформирование участка, который вы можете видеть у нас здесь, и отданы под застройку «Город-мечта». На территории, отданной под застройку, находится много взрослых деревьев, в том числе редких видов. Лесок защищает жилые постройки от промышленной зоны, которая расположена по соседству. В этом большом микрорайоне отсутствуют скверы и парки. Логично, чтобы на данном земельном участке сохранили все зеленые насаждения и благоустроили территорию. Но это не принесет выгоды ни городской администрации, ни застройщику. А значит, проще игнорировать интересы людей, которые проживают здесь много лет. Протекает здесь у нас ручей, который после малейшего дождя превращается в сильную реку, смывая все на своем пути. Затапливая Камску, авторынок на Камску и остановку на Камску. Ранее здесь, в Овраге, существовала водоохранная зона. После отсыпки ручей может сменить траекторию, а участки и дома местных жителей при любом сильном дожде просто смоет потоком. На территории, предназначенной под застройку, расположена трансформаторная подстанция, растут многолетние садовые деревья, есть садовые постройки. При формировании кадастрового плана участка, отданного под застройку, все это просто исчезло. Но то, что легко сделать на бумаге, в реальности может обернуться катастрофой для жителей. Мы просим расторгнуть договор аренды и перевести обратно в муниципалитет, и перевести в зону культуры массового спорта. Также можно здесь сделать тропу здоровья, предоставить для нашего большого микрорайона, что немаловажно, предоставить сквер, парк, все что угодно, чтобы оставить наши легкие в покое наши деревья, чтобы у нас все сохранилось так, как оно есть. Хотим обратить внимание всех, что на глазах у всех происходит строительство многоквартирного дома без разрешительных документов на данное строительство, без проектных документов, соответственно, без электро- и водоснабжения, при полном отсутствии канализации. Квартиры в данном доме продаются на торговой площадке «Форпост». Собственник, не стесняясь, привлекает деньги дольщиков для строительства многоквартирного дома, при этом не размещая декларации ни на каком сайте. Информация, указанная в уведомлении о начале строительства индивидуального жилого дома, поданная собственником гражданкой МИН, не соответствует действительности. Очевидно, что дом не предназначен для проживания одной семьи, а распродается квартирами, как многоквартирный дом, при этом незаконно используя для привлечения денежные средства дольщики. К сожалению, неоднократные обращения жителей в прокуратуру по сей день остаются без ответа. И строительство, причем незаконное многоквартирного дома, продолжается. Очень странная застройка, которая числится как трехэтажная, хотя там вниз еще там, по-моему, два или три этажа, без разрешения на строительство, без каких-либо документов, с привлечением денег соинвесторов, с вырубкой деревьев. То есть, опять же, кто дает им разрешение на вырубку этих деревьев, непонятно. Ну и самое интересное, это, наверное, вот здесь вот у нас очень большая территория, там порядка пяти гектар, много белочек, много всяких животных, птичек, все это классно. При том, что рядом промышленный район находится, и, соответственно, нету, ну, больше нету деревьев. Пришел застройщик и говорит, мы здесь все засыпем, просто построим тоунхаусы. Плюс ко всему здесь была водоохранная зона. Очень странными путями, как у нас нынче все это происходит, водоохранная зона исчезла. То есть, ручей не исчез, а водоохранная зона исчезла. Построят дома, засыпят, начнется дождь, смоет либо эти таунхаусы, либо смоет ИЖС, которая находится справа, слева. То есть, с учетом моей личной истории, я понимаю, что все делается таким образом, чтобы максимально усложнить людям жизнь, которые здесь уже проживают. Ко мне также пришел застройщик и также усложнил мою жизнь. При том, они изначально проектируют и делают так, чтобы сносились наши дома, тех жильцов, которые здесь уже живут, нам осложнять. И на каждое наше телодвижение, да, то есть нас же еще и обвиняют в том, что мы такие нехорошие живем здесь и мешаем застройщикам. В нашем городе не хватает благоустроенных мест, зато очень много появляются различные точные застройки, в том числе, как получается здесь. За место того, чтобы администрация сделает сквер, тропу, здоровье, еще какой-то там небольшой парк, в котором нуждается наш город, они заявляют, что у них нет средств на содержание. К тому же зашел резидент свободного порта Владивосток, и он передал эту землю, направляемый мною, как депутатам, запросы. Ответы пришли, что все в рамках закона, что ничего не нарушено от администрации города, и будет, к сожалению, планироваться фактически точная застройка по строительству этих танк-хаусов. Мы еще планируем с жителями продолжить борьбу, сами жители еще судятся с представителями данного застройщика. Плюс в ближайшее время, скорее всего, направим запросы в прокуратуру, чтобы проверили проблемы, которые касательно здесь, и чуть-чуть выше тоже там есть проблемы. Происходит строительство объекта, на котором даже нет паспорта самого объекта, как положено, и нет подходящей необходимой документации. Я же со своей стороны сделаю все, что смогу, чтобы помочь жителям. Спасибо!